Всем привет! Привет, ребята! Немножко отступлю от привычного формата своих роликов. Я нашла вечную орхидею, ту, которая будет свисти у вас всегда и никогда не выгорит, никогда не опадет, никогда не усохнет. Почему? А потому что она сделана в технике холодного фарфора. У меня вконтакте почти 900 человек-френдов, подписчиков. И вы можете себе представить, во что превращается лента новостей. Я, как правило, вычитываю только новости, которые касаются орхидеи. Все остальные личные фотографии, какие-то подделки, хендмейды, перепосты чужих пирожков и так далее, я вынуждена все это игнорировать, потому что пирожки мне просто тупо нельзя, а на все остальное у меня просто не хватит времени, я вынуждена буду жить вконтакте. Но мимо этой прелести я пройти не могла, вернее, несколько раз я попыталась. Я подумала, ну да, не афинетия у кого-то отцвела, кто-то обрезал цветонос и поставил в вазочку. И прошла мимо. Потом, значит, были вот эти одуванчики. Я еще подумала, странно, как-то у человека так долго не вянут одуванчики. У меня вот раз-два и все, вечером выкидываешь. Потом до меня через какое-то время доходит, что что-то тут не то. Но начинаю приглядываться, ребята, а это оказывается такая красота. Дело в том, что я украшения из полимерной глины и вот из прочих материалов, которые не серебро, вот, и не белое золото. Я вообще их игнорирую. Я бы никогда на себя это не нацепила, потому что мне это просто не идет. Но я знаю, что есть женщины и особенно девушки молодые, да, у которых такой тип внешности. Там что ни надень, вот, хоть мешок из-под картошки, и уже будет стильно, уже будет здорово, уже будет классно. Так вот, у Елены Моисеевой есть также серия украшений. Она также выполняет украшения на заказ. Это я узнала, когда уже с ней, ну, так, поближе познакомилась именно в интернете. Сделала ей запрос касательно вот этих вот дендробиумов, которые в начале этого ролика были. И попросила ее немножечко рассказать о ее работе. И хочу сегодня просто процитировать то, что она мне прислала. Итак, Елена Моисеева. Ссылку на ее профиль ВКонтакте оставлю под этим своим роликом, вот, в инфобоксе. А сейчас несколько слов Елене. Букетные цветы, которые я создаю, сделаны из материала, называемого холодный фарфор. Под этим материалом подразумевается глина, застывающая на открытом воздухе буквально в течение нескольких минут. В связи с этим работать с ней надо уметь быстро и точно, имея под рукой необходимые инструменты и приспособления. Глина, в кавычках, на самом деле представляет собой смесь из разных глин, предлагаемых поставщиками и обладающие разными свойствами. Мастер сам создает смесь, удовлетворяющую требованиям данного случая. Предварительно глина может смешиваться с определенным количеством различных красок. Мастер должен видеть цвета и уметь создавать нужные цветовые смеси. От себя добавлю, что я что-то так и подумала, что это не фунт и рисок съесть. Так, дальше читаем. Затем смесь раскатывается до толщины приблизительно бумажного листа, а иногда и значительно тоньше. Далее глина, в кавычках, вырезается вручную или по заранее заготовленным формам и печатается в специальных формочках, называемых вайнерами, дающими живую фактуру поверхности. На самом деле, главную работу по созданию формы, изгиба листа и цветка и других разных, но важных мелочей, придающих живость, настоящий мастер создает сам, как он видит. Учитывая то, что изделие, цветок, растения создается по частям, для мастера очень важно понимать и уметь создать каждый изгиб и точное соединение деталей. Окончательная работа проводится уже по готовому изделию. Мастер должен затереть, замыть все соединения, чтобы переходы были плавными и, естественно, гладкими, а также окончательно расписать изделие вручную, как трехмерную картину. Блин, это я точно мимо. Ну, может пойти поучиться? Ладно, читаем дальше. Каждый этап работы должен быть тщательно проделан, чтобы изделие с каждой операцией приобретало все большую и большую живость. Окончательная окраска может как усовершенствовать изделие, так и выявить те недочеты или брак, допущенные на предыдущих этапах. Работа над изделием зачастую требует наблюдательности и креативных идей для создания отдельных элементов, имитирующих натуральность изделия. Иногда удается создать изделие, которое зрительно или даже на ощупь неотличимо от живого. Но для этого требуется высокое мастерство и опыт работы. Вот тут, ребят, я от себя скажу, прервусь немножко, да, я скажу, что действительно иллюзия полного, что называется, соответствия. У Елены фотографии, вот я зашла когда к ней в альбом, у нее там фотографии со стены. Естественно, там фотографии вот ее произведений, ее изделий соседствуют с фотографиями ее орхидей, из-за которых мы друг на друга и подписались. Вот, и создается ощущение, что вот, допустим, эту земляничку она привезла из леса, да, а, например, одуванчик она только что сорвала где-нибудь там в огороде, да, на даче. И я когда начала пролистывать все это, я каждую фотографию несколько раз увеличивала и думала, так, интересно, а вот эта сказка Joy Fairy Tail, Фаленоксис, это все-таки настоящая? Или это Елена тоже свояла? Но относительно нескольких фотографий я даже ей потом дополнительно напишу, потому что у меня до сих пор, знаете, в голове не укладывается, что это все из неприродного какого-то, вернее, как сказать, неприродного происхождения. Ну, посмотрите, это же просто фантастика какая-то. Ладно, я буду продолжать читать, потому что скоро мое видео заканчивается. Я еще не дочитала то, что Елена про свою работу у меня скинула. Значит, изделия из данного материала обладают относительной прочностью и гибкостью и могут радовать ваш взор годами. Единственное, от чего следует оберегать их, это от воды, чистая вода, дождь, повышенная влажность и от прямых солнечных лучей, которые со временем могут обесцвечивать масляные краски, как, впрочем, и картины, написанные маслом. Ага, то есть все-таки, все-таки дендробиум, на который я запала, в кавычках, он все-таки может выгореть, да, если его подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Ну что же, что же, вечного двигателя не существует. Ребят, еще раз скажу, обязательно зайдите к Елене, посмотрите на ее произведения, там у нее есть и брошки, и сережки, и всякое прочее, вот, но, конечно, меня больше всего поразили вот эти вот орхидеи, вот этот дендробиум и неофинятия, про которые я подумала, что что-то с растением случилось, поэтому хозяйке пришлось отрезать цветоносы, и чтобы хотя бы на несколько дней продлить удовольствие, любование ими, да, она поставила их в вазочку. Ну что же, ребят, оставляю ссылку на инстаграм, ой, вернее, простите, на профиль Елены Моисеевой вконтакте, с вами буду прощаться, всех целую, еще приду, в следующий раз уже покажу свои орхидеи, которые абсолютно живые. Ну, я бы абсолютно не отказалась, если бы они цвели так же долго, как вот эти вот, да, как вот эта вот нежнятинка. Все, всех целую, еще приду. Елене Моисеевой огромный привет и спасибо за такие чудесные предоставленные материалы.